В отрасли образования Сочи около 9 тысяч сотрудников, из них 5 тысяч воспитателей, учителя и педагоги дополнительного образования. Лучшие из лучших сегодня собрались в зале Зимнего театра. Им вручили почетные грамоты, благодарственные письма, а также знаки признания и почет сочинцев. Среди тех, кто удостоился награды, руководитель Сочинского творческого объединения «Репортер» Центра межшкольной работы Зинаида Сизова. За 40 лет работы воспитаны сотни профессиональных журналистов и пресс-секретарей. У меня есть знак отличия, это отличник просвещения Российской Федерации, у меня есть медаль, которая была вручена к юбилею нашего города, у меня есть грамоты и краевой нашего управления по образованию и науке, и главы города есть. Это не первая награда, но это ни о чем не говорит. Моя награда, это награда и моих, наверное, учеников, потому что учитель без ученика состояться не может. Подарок для учителя, конечно, не только благодарность учеников, но и материальное благополучие. И в этой части им старается помочь муниципалитет, предоставляет служебное жилье. Мы уделяем отрасли образования внимание, мы уделяем внимание будущему, потому что, в принципе, будущее будут создавать те, которые сегодня учатся в школе. Нам нужны молодые учителя, для того, чтобы они у нас были, надо создавать условия. Поэтому город как заботился о быте наших учителей, так и будет продолжать заботиться. 156 квартир за это время мы предоставили отрасли образования, но планируем и дальше эту работу делать. В Сочи в год строится по 2-3 новых образовательных учреждения. В этом году открылась пристройка к 100-й школе в Адлере и школа на 400 метров в Совет Кваджи. В следующем учебном году откроется школа в Догомысе. На Макаренко появятся сразу два новых объекта. Откроется пристройка к 15-й гимназии и школа на 1100 мест в бывшем здании СГУ. В 2019 году начнется строительство еще трех школ в Эмеретинке, на Красной Поляне и на Мамайке. Вызовы большие, поскольку количество населения Сочи сильно возросло. На сегодня насчитывается 66 тысяч школьников, что на треть больше, чем 4 года назад. Цель построить 15 школ различной вместимости в различных микрорайонах нашего города. Детские сады. Да, к сожалению, у нас сейчас есть очередь. К сожалению, не справляется ни бюджет, ни темпы строительства. Есть же какие-то технологические параметры. С той задачей, которая стоит перед нами, нам также надо 15 детских садов больших построить в городе. За последнее время на курорте было построено 10 школ и 26 детских дошкольных учреждений. На следующий год поданы 4 заявки на строительство детских садов в Адлерском, Хостинском и Центральном районах.